Белая Трость представляет Дело в том, что жизнь инвалида, она разделяется как раз на две такие большие фазы Первое это лечение, второе это реабилитация Лечение оно связано с выживанием, с обеспечением жизнедеятельности А реабилитация связана с восстановлением способностей, восстановлением в правах и восстановлением, как ни странно, в обязанностях Дело в том, что наши исследования показали, что инвалиды, благодаря своим физическим ограничениям, они могут получать особые возможности И реабилитация таких людей, она как раз может быть направлена не на то, чтобы пытаться слепым вернуть глаза, а тем, кто не может ходить, вернуть ноги А реабилитация таких людей, она может быть направлена на то, чтобы развивать вот те скрытые способности, которые и появляются, как ни странно, благодаря инвалидности Мы называем эти особые способности экстрабилити И важно, чтобы современное общество и современные инвалиды научились использовать вот эти особые способности на благо общества, в новых каких-то профессиях, в новых делах И важно, чтобы технические средства реабилитации, они как раз позволяли развивать эти особые способности И позволяли современным инвалидам за счет этих способностей приносить конкретную пользу обществу Мы хотим, чтобы благодаря современным средствам реабилитации жизнь инвалида была более насыщенная, более интересная, чтобы он мог заниматься какой-то работой, какой-то общественной деятельностью А порою бездумное, бесплатное снабжение вот этими современными средствами реабилитации, оно как раз и играет обратную роль в его жизни То есть, когда мы много и бесплатно даем человеку, человек превращается, можно сказать, в профессиональную попрошайку То есть, он не ищет возможности для самореализации, а он ищет возможность для дополнительных, для поиска дополнительной помощи, дополнительных, можно сказать, подачек Сейчас принято бороться за права инвалидов, принято говорить о правах инвалидов для того, чтобы инвалиды могли себя чувствовать как люди Но дело в том, что настоящая ценность человека появляется не тогда, когда у него есть права, а тогда, когда у него есть обязанности, настоящая полезность обществу Ведь вот не секрет, что у меня, как у жителя России, есть права и есть обязанности У меня, как у жителя города Екатеринбурга, тоже есть права и есть обязанности И только как у инвалидов у меня есть только права И мы, как люди, занимающиеся управлением, должны вырабатывать новые интересные критерии эффективности тех процессов, которыми мы занимаемся К примеру, выдача средств технической реабилитации Главным критерием эффективности до сегодняшнего момента был, сколько человек их получат Сколько человек придут за ними в пункты Если мы говорим о повышении социальной и деловой активности, то критерии эффективности должны лежать в этой области То есть, снабжая людей именно средствами реабилитации, особенно современными Мы должны считать, сколько человек больше стало ходить на учебу, на работу Участвовать в общественных каких-то акциях, в общественном движении И самое главное, сколько человек у нас появляется на улицах, в аэропортах, в банках, ресторанах Вместо санаториев, больниц и других социальных учреждений Если мы говорим о слепых людях и мы говорим о средствах реабилитации современных То для слепого человека, если у него нет сопутствующих каких-то заболеваний, угрожающих жизни Ему достаточно хорошей трости, телефона с GPS-навигатором и компьютера со специальным программным обеспечением Сегодня весь этот комплект спокойно вписывается в 2-3 пенсии инвалида первой группы, проживающего в России Да, очень важно, чтобы получая современные средства реабилитации Человек, современный инвалид, он все-таки приучался быть ответственным, быть полноправным членом общества Поэтому мы считаем, что для получения современных средств реабилитации он должен приложить какие-то усилия Одновременно обучаясь быть членом общества, одновременно обучаясь работать, одновременно обучаясь вкладываться в свое будущее Имеется в виду, если ты собираешься получить какие-то действительно современные средства реабилитации, ты должен как инвалид применить какие-то к этому усилия То есть, или ты должен отчитываться, как ты их будешь применять Или ты должен выполнить какую-то волонтерскую работу Или ты должен частично как-то вложиться в это деньгами Для того, чтобы, во-первых, ценить эти вещи И, во-вторых, чтобы одновременно учиться быть ответственным И вот эти новые правила, которые мы предлагаем, которые связаны с отчетностью, со финансированием Конечно, касаются только новых современных модных средств реабилитации А не тех вещей, которые до сих пор раздавались Почему? Потому что новые средства реабилитации как раз должны вытащить инвалида из дома Вытащить его из болезни и сделать его настоящим полноправным членом общества Да, государственным организациям тяжело устраивать такие эксперименты Государственным организациям практически невозможно будет взять инвалидов И предложить им платить за средства реабилитации Поэтому мы думаем, что вот такие программы Они могут быть реализованы бизнесом, спонсорами вместе с общественными организациями Это могут быть эксперименты в регионах Где эта схема как раз может быть отработана А государственные организации могут заниматься исследованием И научной деятельностью параллельно И успех вот таких экспериментов, связанных с снабжениями С новыми формами снабжения техническими средствами реабилитации Будет в первую очередь связан с тем, что мы увидим инвалидов на улицах Мы увидим в ресторанах, в банках, в спортивных каких-то учреждениях И меньше их будем видеть в больницах, в санаториях Они будут меньше болеть, меньше есть таблетки и чаще улыбаться Наша организация Белая Тройская, все участники с большим удовольствием И интересом примут участие в других мероприятиях Экспертных советах, конференциях по этой проблематике Мы с удовольствием поучаствуем в исследованиях Мы с удовольствием и будем сами создавать какие-то программы по исследованию Поэтому большое спасибо вам за внимание Надеемся на будущее плодотворное взаимодействие Большой привет из города Екатеринбурга Редактор субтитров А.Семкин